Рассказывай. Перед вами новое устройство от компании Expert Electronics NSD-R MV1. Этот трансивер представляет собой моноблок. Внутри него находится компьютер. Сдр приставка NSD-R2. На лицевой панели трансивера NSD-R MV1 находится панель управления, как в классическом трансивере. Также перед нами имеется дисплей, на котором можно наблюдать станции. Основные элементы управления программы Expert SD-R2 можно ими управлять как при помощи мыши, так и при помощи основной панели. Основным достоинством данного трансивера является то, что весь комплекс VR-трансивера находится внутри. При помощи нажатия одной кнопки питания трансивер запускается через 15-20 секунд после старта, а вы уже можете работать в эфире. Внутри трансивера находится также 100 Вт усилитель мощности, автоматический тюнер, два антенны гнезда для КВ диапазона, два антенны гнезда для УКВ диапазона. Можно подключить антенны и работать сразу в эфире. Также к этому моноблоку можно подключить два микрофона, гарнитуру и работать. В том числе внутри трансивера установлена акустическая система, то есть можно слушать звук радио без наушников, без дополнительных колонок. Трансивер питается от сети 220 Вольт, также опционально может быть доступна версия с питанием от 15 Вольт в перспективе, возможно эта функция будет переключаемой 15-20 Вольт, а 15-20 Вольт и 220 Вольт. Трансивер Сануздер МВ-1 является концептуальным, то есть это концепт-модель, представленная перед нами. При помощи этого трансивера мы должны получить отклик от потенциальных пользователей этого трансивера, возможно что-то улучшить, что-то добавить и может быть переработать. И в дальнейшем данная версия трансивера будет серийно выпускаться на рынке СДР техники, на рынке СДР трансиверов и так далее. Трансиверы очень удобно работают в эфире, при помощи классических органов управления можно осуществлять перестройку по частоте. Абсолютный весь функционал классического трансивера доступен с лицевой панели трансивера, можно переключать диапазоны, виды модуляции, полосы, фильтров приемника. Можно включить WFO-B, работать в режиме сплита, можно включить второй приемник, работать на двух разных диапазонах. Также имеется возможность установить программное обеспечение внутрь моноблока, к примеру, такие как аппаратный журнал радиолюбителя, контестовые логи и работать без дополнительного компьютера. Давайте посмотрим, что находится на задней панели трансивера.